античный город гаргипе был когда-то на месте современной анапы занимал порядка 50 гектар здесь вот раскоп это всего лишь где-то 2 процента от всего города на момент вот это вот на момент второй-третий век нашей эры почему на 2 3 потому что в 200 где-то сороковом году город был уничтожен причем жители его спешно покинули потому что здесь трупов ничего не найдено и город был сожжен тем непонятно предполагает что годами вот основан он шестом веке до нашей эры тогда еще назывался по-другому либо синт либо синт либо синдик а гаргипе стал уже с 4 века наш до нашей эры когда подчинился баспорскому царству здесь наместник появился баспорского царя которого звали гаргипе вот он и стал город гаргипе кстати здесь вот три улицы вот широченная улица раз вторая улица и вон там параллельно вот это там третья улица идет вот она еще одна улица а так как город был спешно покинутый сгорел находок много сделано который в местном музее музей краснодара вот здесь например было найдено в первой части вот в этой части большое количество металлических изделий а вот во второй части дома было найдено большое количество стеклянных изделий то есть бутылочек всяких разных подозревать что это что-то типа магазина было это кстати вот эти вот все что сохранилось это подвалы или полуподвалы скорее так почему полуподвалы потому что верхняя часть из саманного кирпича была построена дома вниз подвал и фундамент уже каменный естественно при пожаре все это рухнуло ну и крыша из черепицы то есть кстати вот это вот то что выложена дорога до это тоже где-то третьего века уже потому что под ней еще много много слоев так как город древний то каждый раз и раз где-то в сто лет и и подновляли а это уже говорят пятый слой вот так вообще город естественно за пределы этого раскопа уходит очень большой сказал что десятки гектар вот двор интересный кстати вот это вот мощение получается три слоя вот первый слой торчит вот это второй слой и вот третий слой то есть получается подновляли подновляли вот это вот самый последний то есть который того же периода что и мощение улицы вот этой широченной вот тоже так здоровый дом с большим подвалом и там где окна это не окна это с той стороны со стороны улицы как бы вход в подвал то есть можно было показать грузовой грузовой вход чтоб можно было в подвал выгружать что-то вот это вот непонятно что на колодец не похоже потому что вода намного ниже подозревает что это летний ну то есть погреб летний холодильник чуть дальше для навес это винодельник вот это вот винодельник то есть вот эти вот три емкости там сок хранился получается раз два три четыре вот там вот виноград туда грузили разбирали его вот здесь вот и вот тут в этих двух давили ногами а вот по центру вот здесь вот давили уже прессами то что с прессами то что осталось отдавки ногами все это естественно туда сливалась в эти емкость 9 тонн туда вина помещается за раз ну естественно то что давили ногами считалось более качественным вот интересный момент вот это вот стена непонятная непонятная которая пересекает прям улицу она построена была в последний момент прям перед перед покиданием города то есть то есть это не городская стена городская стена естественно естественно в других местах была город а это внутри вот этого квартала кто-то себе огородил вот такой вот куток типа цитадели построил прям прям поперек улиц вот это вот башня была то есть получается но это не помогло естественно так как город все равно был покинут и сожжен и вон там еще одна винодельня но поменьше кстати рыбных цехов здесь не видно в отличие от пантикопея или персанеса вот еще винодельня устройство тоже тип такого только здесь две емкости получается вот здесь давили по идее ногами а вот там стояли прессы и сюда сливалось все вот он город горы Кипе а еще вот там вон блюдо камней вот она это склеп Геракла который обнаружили когда при союзе строили двенадцатиэтажный дом и обнаружили склеп Геракла с фресками его решили сохранить вывести сюда чтобы потом собрать вот фрески срезали для реставрации потому что они все покрыты так как под водой получается в воде стоял постоянно склеп фрески были подпорчены и для реставрации естественно их срезали часть из них отреставрированы здесь вот в музее хранится и мистер и и и и и и а остальное все должны были склеп собрать но как вот прошлые годы говорили что почему не собирают потому что местные работники несколько лет назад не сказали еще что не собирают потому что у кого приоритет открытие этого склепа то ли не не хочет им заниматься то ли не здесь находится небольшой лапидарий где в основном представлены надгробия с некрополя горгипии некрополь находился за стенами города и по размеру где-то 16 гектар вот там в основном захоронение ямах были выдолблены в скале мы встречались из склепы или либо захоронения в таких вот саркофагах не большинство конечно были разграблены еще в древности сколько тут 9 штук нашли вот раз два три 4 5 6 7 8 до 9 штук нашли таких саркофагов большая часть из них была разграблена но два были целые не разграблены в одном из которых был замечательный кладом не назовешь но очень много там было обнаружено разных вещей погребального обряда золотых украшений меч вот эти все вот разграблены и крышки разбиты были еще в средневековье либо в древности вот интересное кстати саркофаг вот здесь надпись вот написано продается по-гречески про по древнегречески так вот существовал рынок саркофагов в том числе и вторичного применения вот вот этот вот вот здесь вот был найден найдено большое количество инвентаря плюс меч золотые украшения потом кстати с трех сторон украшен с 4 нет потому что этой стороной он прислонен был к стене склепа вот это естественно очень богатые люди и считается что это царские захоронения а вот это уже надгробие надгробные памятники обычный горожан ну аристократии горожан не царей принципе некрополь то существовал столетия фактически 6 века до нашей эры до середины 3 века нашей эры в основном сохранились те которые уже наши эры то есть первый второй третий третий век а а а Субтитры подогнал «Симон» Это есть даже с крестом Субтитры подогнал «Симон» Это вот так должно быть Ну и конечно Остатки храмов Храм дорического ордера Это все оригинал Здесь находились эти храмы Ионического ордера И Каринского Самые красивые остатки Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»